Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1109. Событие дня. Второзаконие 32.35. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них. За 29 декабря 2018 года. Как всегда, объявление. Просто притормозить, можно прочитать. Ролики посмотреть. Как поминки. Был и умер человек. Желает помочь. Вот. Ивлева Людмила. Помнится, недавно ролик был. Где Сережа звал Игнатия на ютубе на какую-то авантюру. Только не на Сережкином канале, а на канале Игнатия Лапкина. Помнится, Игнатий тогда не согласился. Какие-то там трансляции Сережка хотел организовать. Вот Сережа со своим каналом и доигрался в игры. Ладно, хоть канал Игнатия не спалил. А ведь мог легко. Дай бы ему Игнатий волю. Наталья. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Замечательны ваши проповеди в стихах. Я так благодарна Богу, что познакомилась с вами и могу смотреть ваши ролики. Слава Иисусу Христу. Сергей Пупков. Занимайте оборону от ближнего в храмах. Это из моего стихотворения он берет. Как это правильно понимать, Игнатий Тихонович? Отмечаю. Тут все высказано. Что ближний, значит верующий. И мы в храме. Но тут-то и выявляется водораздел. Он идет к свечному ящику, покупает не восковые, а вонющие вещи разного цвета, которые называются свечками. И бьет меня по плечу, чтобы я передал дальше эту свечу в кавычках. Отрывает от внимания литургии или вечернего богослужения. Об этом говорит и профессор Росипов, Алексей Ильич, что служат такие люди бесам, а не Богу, мешая другим молиться. Вот и водораздел. Постоянная и неестественная преграда нам быть единомышленными. Епископ говорит проповедь. А в черных одеяниях уборщицы разговаривают постоянно с кем-то. Тут уже я должен им сказать, хотя бы пальцами, вертикально губам показать, чтобы не мешали слушать. Тут мощнейший водораздел между нами. И нигде он так не выпящивается, как именно в храме, постоянно и на каждом шагу. Хлещет мутная жижа, как из индийских мегаполисов. Второе стихотворение. Хозяин укажет, где встать на прикол. Что значит встать на прикол? Отвечаю. Хозяин Христос знает, где забить на стоянке кол. И то, к чему привязывает для охраны чего-либо собаку. Где этот прикол? Или в семье, или на проповеди, на благовестии, или в храме. Где остановка и охрана чего-либо. Сергей Пупков. Спаси Христос. Просто сказано в Библии, возлюби ближнего-то. По смыслу здесь ближнего в кавычки поставить надо, ежели вера у него бесовская. Здесь ближний в смысле лже-брат? Вопрос. Если привязать охранного пса в храме, чтобы охранял торгующих от покупающих, будет ли это нарушением канона? Ведь вроде как пса в храм нельзя заводить, а лошадь можно. Я отвечаю. Да. Первое Коринфянам 2.13. Ну, я хочу подтвердить то, что говорю в Священном Писании мы, что и возвещая мне от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Первое Коринфянам 3.1. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Духовное с духовным. И отношение к плотиному псу и к духовному под одни и те же каноны толкать, значит быть плотским мозгами и душою. Ну и дальше так поясняю. И пророк Исаия, 56 глава, 10 стих, чтобы можно было сравнить. Стражи и слепы, все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лёжа, любящие спать. Если отношение к плотскому псу относить будем и в духовном смысле к священникам, то им даже и в храм не следует заходить. При таком раскладе до чего договорились. Дальше беру всем известное. Матфея, Евангелие Матфея, 7 глава, 6 стих. Как его прочитать? Не давайте святыне псам и не бросайте в жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас. Кто псы? Внешне атеисты и прочие. А кто свиньи? Христиане, живущие во грехах. Итак, если канон о плотских псах начнём применять в духовном рассуждении, то и нам не следует перешагивать храмовый порог. Сергей Пупков. Итак, если христианин, ревнуя о храме, как о доме молитвы, выгнал торгашей из него с помощью своей собаки, то те, кто будет его обвинять в нарушении канона о запрете нахождения пса в храме, неправы. Ибо христианин всей, вводя пса в храм, не желал его осквернить, а напротив очистить от скверны. Иоанна 2,15. И сделал бищи из верёвок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Отвечаю. Основанием для такого рассуждения тут послужило слово «желая» и нарушил во сто крат больше. И при чём тут собака? Не можем даже представить себе, чтобы Господь Иисус изгонял торгашей, облачившись в костюм дрессировщика и со сворой собак. Притом он делал изгнание, будучи хозяином своего дома молитвы. А дрессировщик псов вовсе не является хозяином видимого храма, и потому не может делать то, что тут позволено только священнику и Богу. Ревнитель о храме не принадлежит ни к первому, ни ко второму разряду ревнителя о чистоте храма. Притом правила не делают различия в разряде животных. Шестой Вселенский Собор, правило 88. Никто внутрь священного храма не вводит никакого животного. Никакого. Разве только кто путешествуя, стесняемый величайшей крайностью и лишённый жилища и гостиниц, остановится в таковом храме. «Потому что животное, не бы введено в ограду, иногда погибло бы, и сам он, потеряв животное, и потому лишённый возможности продолжать путешествие, был бы подвержен опасности жизни. Ибо мы знаем, что суббота человека ради бысть». Евангелие от Марка 2, 27. «И потому всеми средствами пищись должно о спасении и безопасности человека. Если же кто усмотрен будет по высшореченному безнужды вводящий животное в храм, ну да как он у грузин, там на горе где-то стоит, безнужды, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучён. Если же кто будет творить бесчиня, то на это есть полиция и иные силовые структуры, я добавляю. Карфагенский собор, правило 59. «Да будет позволено нам по требованию необходимости для украшения его приступить к начальнику страны по повелению славнейших царей, дабы не восхотевший покориться кроткому вещанию вашей святыни и исправить нетерпимое, немедленно остановлен был властью правительства». То есть полицию вызывать и всё на таких с собакой вместе. Антиохийский собор, правило 5. «Если же будет упорствовать, возмущая церковь и восставая против неё, то как мятежник да будет, укращаем гражданской властью». Сергей уже ничего не ответил. Вот и всё. На это Сергей уже Пупков ни слова не сказал. Мир вам, дорогой Игнатий Тихоевич, очень хочется поблагодарить вас за ваши труды. Прочитала книгу «К истинному православию». Столько же всего скрывалось от нас все эти годы. Сейчас считаю Новый Завет, который вы выпустили, с комментариями, и для Слова Божьего нет уз. Каждый раз собираюсь посчитать по чуть-чуть. Не могу считать долго из-за травмы шеи, но начинаю считать и забываю и про шею, и про время. Спасибо, Христос, за ваши труды и за правду, которую вы несёте людям. Господь сохранил вас и провёл через огонь, воду и медные трубы. Слава Господу нашему! Игнатий Тихонович, появился вопрос о венчании женщины православной, крещённой полным троекратным погружением. И мужчины католика, мочёные, так как их не крестят троекратным полным погружением здесь, в США, хотят венчаться в православной церкви. Батюшка согласен их повенчать. Я подумала, будет это венчание венчанием настоящим перед Богом, если мужчина католик не был крещён полным погружением-то? Ведь если он не был крещён по-настоящему, то ни о каком венчании крещённой, с некрещённым не может быть и речи. Крестить его троекратным полным погружением здесь не будут в католической церкви. Уже крещён по католическим правилам-то? Евангелие от Матфея, 5.37, сказано, да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого от Лукао? Как понять это, да, да, нет, нет. Спаси Христос, Юлия. Отвечаю. Вы рассудили абсолютно правильно. Сначала католик должен уверовать во Христа Иисуса и в его законы, а потом уже и остальное. А если женщине, то и всё равно, как он крещёнок. Значит, она уже ушла к католикам на погибель себе и на соблазн другим. А что да, нет, нет, то из текста вытекает, что если сказал, что верующий, да, значит, не отрекайся. И что после окончания поприща оно и высветилось, как на табло, что да, сказал да, выстоял, удержался. Если кто объявил греху войну, как не выходить за некрещённого, то ответила нет, то и держи это до смертного часа, чтобы оно и светилось, как нет. Ирина Придам. Какой вы замечательный, высокоинтеллектуальный и духовно образованный человек. Ваш образ жизни, уклад вдохновляет меня, как жить правильно. Спасибо вам. Денис Шверенков. Смотрю на Игнатия Тихоновича и думаю, какой же бодрый дедуля. Да ещё и при разуме, в свои 77, очень сильно мотивирует. Правильно говорят, самое главное не ныть. Память феноменальная. Даниил Ермаков. Да хранит тебя Бог, Игнатий Тихонович. Светлый ты человек. Я уважаю тебя. Игнатий Тихонович, помолись за всех нас же, людей, живущих в этом греховном мире, чтобы мы все же на путь истины шли все за Иисусом Христом. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Ездра. Мир вам во Христе Иисусе Игнатий Тихонович. Сегодня второй день прохожу стажировку. Коллектив неплохой. Как примут, не знаю. Думали, что узбек моей внешностью. Это неудивительно. В целом всё. Слава Богу. Можете не отвечать, всё пойму. Всем огромный низкий поклон. Спаси Христос. Пост держу с Божьей помощью. Но я ответил, как мог. Это вот часть, и при том небольшая часть, то, что было на сегодняшний день. Ну и закачку тут веду разную, мешает ещё это. Вот наш «Мой мир» прекрасный. 22 тысячи 413 фотографий. Вот форум наш. 1600 тем. И видеоканал. 13 с половиной тысяч роликов стоит на всякие темы. Вот, видишь, я закачал сегодня. Целый день качала. Это надо 6, сейчас 7 будет события дня. Ну и вот на этом всё. И показать наш православный библейский сайт. Все цвете Библии. Слава Христу!